Сегодня я расскажу вам, возможно, о новом для вас бренде, который называется Dini. И этот бренд просто максимально бюджетный, насколько я вообще встречала цены в последнее время. Это супер максимально бюджетно, но при этом еще и не Китай. Поэтому, я думаю, для многих это станет приятным открытием. И у меня здесь перед глазами практически полный их ассортимент. Но среди того, что я вижу сейчас перед собой, будут как очень крутые открытия, так и разочарования. Я тоже сохранила вот такую вот бумажку, там где все цены указаны с моего заказа, для того, чтобы к ним возвращаться и тоже комментировать по поводу цены. Но и это еще не все, потому что я еще все никак не могу выйти из образа снегурочки и перестать дарить вам подарки. В этом видео будет конкурс на эту продукцию Dini. Я подобрала самое крутое, что у них есть, и собрала из этого целых три подарка, то есть три победителя будут в этом конкурсе. Но об этом я чуть попозже расскажу, уже после того, как сделаю обзор. Мне кажется, будет логичнее тогда услышать, почему я именно это выбрала для вас. И уже сейчас вы можете подписаться на мой канал, потому что это будет, естественно, главным условием для того, чтобы участвовать в этом конкурсе. А сейчас я предлагаю сразу перейти к теме обзора. Самое крутое вообще, я считаю, в этом бренде – это жидкие помады. В последних видео я часто делаю такие яркие губы, и даже, может быть, не настолько яркие губы, но все равно вот видно, что очень такие вот четкие губы. И практически все время я пользовалась именно вот этими помадами. И постоянно я получала массу просто комментариев по поводу того, что у тебя на губах, что у тебя на губах. Первое, с чего мне хочется начать – это, во-первых, их цена, потому что они стоят, сейчас я освежу свою память, 70 гривен. Это по текущему курсу 2,5 доллара. Это просто вообще самая максимально низкая цена, которую я встречала на жидкие помады, и которые реально очень крутые. Они немножко отличаются от жидких помад, например, Color Pop, которые тоже как бы бюджетные, но все равно 5 долларов и 2,50 – это, извините, в два раза дешевле. Они отличаются своей текстурой, в первую очередь, потому что они более муссовые. То есть это не жидкая такая формула, которая вот скользит по губам и моментально высыхает. Это скорее вот такая вот муссовая взбитая текстура. Ни один оттенок из всех, которые у меня есть, а у меня есть 6 разных оттенков, ни один не плешивит, ни один не ложится как-то противно, но есть одно большое одно – эти помады вообще ни в коем случае нельзя наносить на бальзам, на масло для губ, на что-то такое, потому что иначе, я не знаю, почему это происходит, но вот я заметила такую тенденцию, что когда наносишь эту помаду на бальзам, она начинает скатываться вот с внешней стороны губ в такую как пленку вообще по вашим губам. Пускай у тебя губы, ну, просто в супер кошмарном состоянии, но эта помада выравнивает текстуру губ, вот это – это вообще просто феноменальная способность этих помад. Даже если отвратительные шелушения, трещины на губах, вот все равно наносишь эту помаду, и вот кто скажет сейчас, что у меня вот от губы вообще полностью все были в шелушениях, и я даже их как-то особенно не готовила к этому видео, а вот помада легла просто так, как будто у меня вообще идеальные губы. Но у нее есть небольшой, ну, не то чтобы минус, особенность, она из-за этого чуть дольше высыхает. При этом она не расползается потом в трещинки, в морщинки, не расползается за границы губ, сколько бы ни носил, все отлично, при том, что она также очень стойкая, то есть как только она высыхает, все, она с вашей губ никуда не денется. Также я взяла на пробу один блеск. Блесками я, в принципе, не очень пользуюсь, но я взяла вот такой вот самый нюдовый из всех, это пятый номер, блеск для губ у них стоит еще дешевле, 63 гривны всего, это 2 доллара 25 центов приблизительно. Я взяла оттенок номер 5, и это очень нюдовый оттенок, вот действительно, он такой вот, который ни на что не повлияет, скажем так, в плане цвета, но при этом добавит глянец. По качеству хороший блеск, вообще у меня к нему ноль претензий, у него тоже удобный такой вот аппликатор, кстати, в этих жидких помадах точно такой же плоский аппликатор, мне очень тоже понравился этот блеск, его в принципе можно и носить вот в одиночку, то есть не поверх каких-то помад. У него не слишком такая насыщенная пигментация, но достаточная для того, чтобы что-то на губах как бы было, помимо глянца. Теперь переходим уже к категории, которая такая, знаете, ну вроде как бы неплохо, но в то же время ничего особенного. И в этой категории у меня подводка жидкая и подводка в форме фломастера. Сегодня вот свои стрелочки я делала вот этой вот подводкой в форме фломастера. Она, естественно, стоит недорого, всего 84 гривны, это 3 доллара всего-навсего. И в принципе в такой ценовой категории, наверное, она действительно неплохая, скажем так, потому что из самых дешевых вот таких вот в форме фломастера подводок мне нравится Dolly Wing, которая стоит где-то, ну, в районе, наверное, 15 долларов, где-то вот так. Но все-таки 3 доллара и 15, это огромная разница, поэтому я ничего не могу сказать очень плохого об этой подводке. Единственное, у нее здесь классический фетровый аппликатор, а обычно они быстро подсыхают и плохо рисуют по теням. Это тоже немножко этим грешит, но вот я вам сейчас покажу, в принципе. Я не могу сказать, что она плохая. Видите, она рисует очень хорошо, причем ее можно действительно вот так вот и кончиком использовать, и вот прям совсем-совсем такие тонюсенькие линии рисовать, которые практически вообще незаметны. Я ей пользуюсь, наверное, уже где-то, ну, больше месяца точно, но все-таки вот такие вот подводки в стиле Dolly Wing, у которых вместо фетрового аппликатора именно такой, как аппликатор ворсинками, еще у Kat Von D точно такой же лайнер, то они мне нравятся, конечно, гораздо больше. Что касается вот этой вот жидкой подводки, опять-таки, ну, как бы нормальная подводка. Жидкая подводка стоит 59 гривен, это вообще, это, я не знаю, я не могу в эти цены поверить, это 2 доллара, вот 59 гривен, 2 доллара просто стоит эта подводка. У нее немножко пухлый аппликатор, что сложным сделает создание стрелок каких-то вот именно таких деликатных, миниатюрных, типа вот как у меня вот сегодня, но в то же время я эту подводку обожаю, просто для того, чтобы проходиться по накладным ресницам, вот когда приклеишь, и вот видно вот этот вот слой клея, вернее, след клея, то вот так вот поверх пройтись, замечательная просто подводка, и также я и стрелки рисовала, то есть как бы, ну, вполне нормально, скажем так. То, что мне не очень понравилось, это их продукция для лица. Я взяла три оттенка тональной основы, потому что я не знала, в каком тоне я буду, я взяла первый, второй и третий. Тональная основа эта стоит 81 гривну, то есть это 2 доллара 90 центов, грубо говоря. Здесь есть SPF 20, и написано, что это натуральный финиш. Я в этой тональной основе обнаружила как очень большой плюс, так и очень большой минус. Что касается большого минуса, то для меня это очень слабое покрытие, вот просто очень-очень-очень слабое покрытие. Сейчас эта тональная основа на мне, и у меня, в принципе, сквозь нее проглядывается все. Если есть какие-то, не знаю, пигментация какая-то, вот, например, сосудистая сеточка у меня есть с этой стороны, может быть, камера это сейчас все сглаживает, но я вам говорю всегда свои ощущения, и подтверждаю это, насколько возможно, видео. То же самое касается любых каких-то, я не знаю, покраснений, какие-то следы, возможно, прыщиков, вот что-то такое, пигментные пятна какие-то. Абсолютно ничего эта тональная основа не перекрывает. То есть вот такое вот легчайшее просто покрытие, которое еле-еле выравнивает тон. Что касается огромного плюса этой тональной основы, так он заключается в том, что она очень круто выравнивает текстуру лица. Вот если бы сюда добавить еще побольше покрытия, она бы была очень хорошей. Я бы ее могла назвать действительно классной находкой, потому что текстуру выравнивают действительно круто. Если у вас есть проблема с расширенными порами, шрамами, я не знаю, вот чем-то таким на лице, какими-то морщинками, когда она ложится на лицо, она начинает это все очень сильно сглаживать. Такое впечатление, что вы сначала прошлись каким-то заполняющим праймером, а после этого уже какое-то там легкое покрытие наносите. Вот это сразу два в одном. Ну, блин, как же сюда хотелось бы добавить еще немножко покрытия. Для меня это недостаточно, поэтому я ни для себя, ни для работы такой тональной основой не буду пользоваться, потому что мне все-таки покрытие, для меня покрытие это немножко более важно, чем сглаживание текстуры, потому что сгладить текстуру я могу предварительно и праймером, а тональной основой мне в первую очередь нужно, естественно, покрытие. Последнее, что у меня есть из декоративной косметики, это пудры. Я взяла опять-таки два номера. Пудры, по-моему, у них как раз-таки самые дорогие. Они стоят 118 гривен, это 4 доллара 20 центов. И что касается этой пудры, то для меня она, наверное, сравнима вот с пудрами Rimmel. Вот приблизительно где-то они на одном уровне, и состав тоже у них приблизительно на таком же уровне. То есть также у них Тутальк, Мико, Димитикон и так далее. То есть узнаваемые такие вещи, они, в принципе, повторяются во многих пудрах, даже и люксовых, в принципе, пудрах. Также я посмотрела та же пудра Rimmel. У нее тоже на первом месте Тальк. То есть, в принципе, вот и по ощущениям, вот когда наносишь, и по составу получается, что где-то приблизительно то же самое. Я такими пудрами для себя лично не пользуюсь в плане там закрепления макияжа и так далее. Я попробовала ее вот в этом видео. Я специально ее наносила. Первый оттенок, кстати, я наносила. Ну, она чуть-чуть заматировала кожу. Может быть, на волосину чуть-чуть больше стало покрытие. Ну, как бы, не знаю. Если вы любите пудру Rimmel, можете попробовать и вот это. Возможно, она вам понравится. Здесь, кстати, в комплекте есть зеркало и также здесь есть спонж. И наносила я, кстати, спонжем тоже. Как и рекомендуется, кстати, тональная основа тоже наносится, ну, практически исключительно спонжем. Потому что если кистью наносить, вообще отвратительно просто она смотрится. А когда спонжем вбиваешь, вот именно вот эта текстура вся сглаживается намного красивее. И что касается тоже тона, я забыла вам сказать. Я взяла три оттенка. Первый, второй и третий. Потому что обычно в тональных основах я где-то второй оттенок. То есть белоснежки вы здесь ничего не найдете, к сожалению, в этом бренде. И второй и третий номер, они достаточно сильно желтые. То есть у вас должен быть такой хорошо теплый подтон кожи. И пудра, это первый тон, опять-таки это мой тон. А второй, он немножко, вот по ощущениям, он немножко более розовый. И это на свотче тоже, вот когда я делала свотч, второй номер более розовой пудры. А первый вот именно такой вот хороший, более бежевый. Последние две вещи к декоративной косметике отношения не имеют, но я вам все равно их покажу. У меня есть еще расческа от этого бренда. И прозрачный такой вот укрепляющий лак. Так, прозрачным этим лаком я пользуюсь постоянно. То есть если вы обратили внимание, вот где-то с сентября, наверное, я не пользуюсь цветными лаками, потому что у меня, к сожалению, на них началась аллергия. И я уже не могу им пользоваться. Поэтому я для себя нашла выход, чтобы ногти казались более-менее ухоженными хотя бы. Я пользуюсь вот такими вот бесцветными лаками. Что касается того, как он там укрепляет, потому что здесь написано керамик, укрепляет ногти, выравнивает и утолщает ногтевую пластину, я здесь пока никакого эффекта не заметила, хотя пользуюсь, ну, уже так нормально, смесяц, наверное, точно я им пользуюсь. Вот даже видно, что у меня уже где-то треть бутылочки, наверное, я израсходовала. Красиво просто выглядит на ногтях. Вот так вот ногти ухоженными смотрятся, но при этом как бы ничего особенного. И последнее, это вот такая вот расческа. У меня, кстати, именно такой формы не было. И она очень классно подходит для того, чтобы придавать объем волосам, когда вы их сушите феном. Для того, чтобы это сделать, нужно вот так вот просто волосы подцепить и феном пройтись. И после этого вы отпускаете, и вот волосы замирают вот как в более такой вот как объемной форме. Ну что ж, вот, собственно, и полный обзор всего, что у меня было. Теперь давайте поговорим о конкурсе. В конкурсе будет три победителя, и каждый из этих победителей сможет сам себе на сайте Дини выбрать три жидких помады, один блеск для губ, один оттенок теней и одну тушь. Тени и тушь я сама лично не пробовала, но я просто знаю от Оли, ее канал здесь на YouTube Ольга Глосс, она пробовала практически все тоже от этого бренда. Кстати, от нее я об этом бренде и узнала. Так она сказала, что зеленая тушь, это вообще что-то феноменальное, и то же самое, она говорила про однушки теней. Если вы хотите поучаствовать в этом конкурсе, то нужно сделать всего несколько простых вещей. Первое, это обязательно быть подписанным на мой канал, я думаю, это очевидно, раз я провожу этот конкурс. И также нужно подписаться на одну из соцсетей компании Дини, я оставлю вам ссылки на соцсети Дини в описании. Вы можете подписаться на какую-то одну, которая вам ближе всего, либо на все три, кто вообще такие вещи будет запрещать, и вы уже сами решите для себя, какая вам нравится больше. Может быть, вам все понравятся. И последнее, это оставить комментарий под этим видео. Вы можете написать что угодно, но также не забудьте еще дописать свой ник в соцсети, чтобы мы могли проверить, выполнили ли вы вообще условия, которые перед вами были поставлены. Если я сейчас что-то забыла рассказать, то обязательно проверьте описание под видео, потому что там все точно будет расписано, все сроки, как и что нужно делать. Поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь с описанием под видео. А на этом у меня все. Но перед тем, как вы закройте это видео, я предлагаю вам, вернее, YouTube вам даже предлагает посмотреть мои какие-то другие видео. Подпишитесь на мой канал, если вы до сих пор еще этого не сделали. И мы тогда увидимся с вами в следующих моих видео. Субтитры сделал DimaTorzok